Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору опять из Иерусалима. То есть, это если раньше... Год надо было ехать из Иерусалима в... Из Украины в Иерусалим. Это было путешествие раз в жизни. То теперь я вчера утром вылетел. Вчера. Позавчера вечером я вылетел, по-моему. Очень ночью... Да, да. Одну ночь я ночевал в Тиеве. И значит, видите, все, уже обратно в Израиле. Слава Богу, все работает. Самолеты летают. Все отлично. И все в этом мире призрачно. Все в этом мире бушующем. Все призрачно, кроме Тора. Вот это интересная вещь. Что человеку нужно за что-то держаться. Устойчивая, да. И если... Если все остальное, оно... Оно как бы шатается, да. То есть, ты куда не посмотришь. Страны шатаются, мировоззрения шатаются. Устой общества шатаются. Там 300 сейчас... Не 300, мне говорили. 30 уже гендеров или 300 гендеров. Ну, то есть, что-то такое страшное в мире. Вот так вот все меняется. Единственная вещь, которая устойчивая и которая не меняется, это Тора. Поэтому мы за нее и держимся, да. Теперь, значит, как обрести небо на земле. Значит, говорит нам любая честная рэба, такую идею. Иногда приходишь куда-то, где кажется, что это место вне царства Божьего. Так кажется. То есть, ты заходишь в ситуацию. Обычно ты не в место приходишь. А я так понимаю, в ситуацию. Да, бывают такие ситуации. Ты думаешь, ну как же так может быть? Откуда ж такие люди злые? Откуда такие есть люди подлые? Откуда есть люди, которые хотят воевать? Что-то плохое делают? И ты думаешь, где Всевышний? Вот интересно, что даже нерелигиозные люди, когда сталкиваются с несправедливостью, с какой-то такой вот явной несправедливостью, вот это вот ощущение стремления к справедливости, оно есть даже у детей в детском саду в песочнице. И они кричат, это нечестно, это несправедливо. И человек чувствует несправедливость. Но откуда ты знаешь, что справедливо, что несправедливо? Где вот это вот мерило? Потому что каждый же считает справедливо то, что он хочет. Когда страны воюют, две страны, а не когда воюют. Каждая страна думает, что они воюют за мир, за свободу, за какое-то правое дело. Теперь говорит нам Любайч Стиреба. Бывает, попадаешь в такое место, где думаешь, что нет здесь царства Божьего. Нет. И хочется бежать оттуда прочь. Следует знать, он говорит, что не существует места вне Бога. И радоваться своему предназначению обнаружить его здесь. Вот тут надо понять, что места в мире без Бога не существует. То есть Бог, он везде, весь этот мир, это место для Бога. Вернее, Бог это место для мира. Мир место для Бога. То есть все это одно целое. И когда человеку кажется, что это очень какая-то страшная несправедливость, да, он должен знать, что так оно работает. Так оно работает. Просто как увидеть Всевышнего иногда, иногда вот в этом вот... Почему очень тяжело увидеть. Давайте теперь будем тогда просто изучать, что нам сказал Всевышний Фторе. И, возможно, нам тогда станет что-то понятно. Значит, мы продолжаем главу Мишпатим. Мишпатим – это правосудие, суды. И в этой как раз главе рассказывается очень много законов, таких бытовых, жизненных законов между людьми. И, значит, мы вот как раз, как раз мы тогда и увидим сейчас, да. Увидим мы сейчас, что Бог сказал делать и за что Бог сказал, что смертная казнь. Причем интересно, что вот есть такая Мишна в Устной Торе, в Пертьявод. Написано, что если люди не выполняют смертные казни по Торе, тогда в мир приходит эпидемия. Представляете? То есть, если сами люди не хотят выполнять... Бог сказал – это добро, это зло, за зло надо наказать. А люди говорят – не будем наказывать за зло, пускай делают. Тогда идет наказание на все общество. Представляете? Значит, какие... Вот давайте поизучаем законы. Бог сказал так, что если спалит человек поле или виноградник другого человека, и, значит, то что? Он должен возместить ущерб. И весь ущерб он должен возместить из лучшего того, что есть у него. То есть, имеется в виду что? Он одному спалил виноградник. Тот приходит и говорит – дай мне, возмести мне. Он говорит – ну, бери вот у меня там есть вот, видишь, кусочек виноградника, самый плохой, забирай себе. Тора говорит – нет, нет. Из самого лучшего он должен вернуть ущерб. Все, вот такой вот закон. Дальше. Идет про закон, потому что спрашивается, если я зажег костер, например, да? Вот Марина Незлобина зажгла костер во Львове. И она зажгла костер во Львове, пожарила себе шашлыки. Тут подул ветер, подул ветер из Львова, подхватил поленца. И вот эта вот поленца, которая, она, значит, во Львове жарила себе шашлыки, ветер сильный подхватил. И эта поленца упала где-то уже на вендерской границе. И спалила полностью весь урожай Венгрии на 22-й год. Это поленца. И венгры возмущаются, говорят, ну, как бы верните нам все. А она говорит – нет, я во Львове жарила шашлыки. Это ветер. Вот свет расспрашиваете. Что нам говорит Тора в этом случае? Должен заплатить тот, кто произвел пожар. То есть считается, что если этот ветер перенес ее огонь, то, значит, она должна заплатить вендерскому правительству за весь ущерб. Теперь, очень интересная вещь. Один человек, например, приносит и дает Сергею Малкову на хранение серебряный подсвечник. И говорит – пусть у тебя постоит. Приходит через месяц, а Сергей Малков ему говорит – значит, вы знаете, похищено ваше имущество, нет вашего подсвечника. Теперь начали искать, нашли вора. Но мы знаем, что вор должен заплатить в два раза. А если не нашли вора? И тут хозяин подсвечника думает, а может и не было вора никакого. Может быть он… Да, шалом Раиса Васильевна, здрасте. Может быть не было никакого вора. Может быть он все придумал. И, значит, он начинает в этом сомневаться. Тогда хозяин дома идет перед судьями и дает клятву, что он не брал этот подсвечник. То есть он должен тогда, чтобы очиститься, он должен дать эту клятву. Представляете? Теперь, ну там дальше идет разные спорные моменты. Как судьи должны эти спорные моменты разбирать. Имущественные споры, вот многие думают, что это такая вещь далека от Всевышнего. Нет, как раз в них и проверяется, насколько человек честный. И в этих спорах имущественных как раз и проверяется, вот понимаете, как, насколько человек выполняет волю Всевышнего по вот этим вот законам. В чем говорят, что когда человек умирает, его спрашивают на небе, первый вопрос, был ли ты честен в своих делах. То есть вот так вот это очень важно. Целые есть три трактата в Талмуде. Баба Кама, Баба Мецея и Баба Батра, которые разбирают полностью имущественные вот эти все вопросы. Теперь, значит, интересная вещь. Если человек даст Кейтен Ишель Реу, если человек даст ближнему своему осла или быка, или овечку, или любое другое домашнее животное, приходит потом и говорит, ну где моя овечка? Тот говорит, умерла. Так что, а как она умерла? Вот так вот умерла, шла-шла и умерла. А вторая где овечка? А вторую забрали. Кто забрал? Кочевники. А видел кто-то? Никто не видел. То что тогда? Тогда покляться должен, опять же, тот, кто охранял сторож, это должен покляться, что он действительно, правда, овечка умерла одна, вторую украли. И хотя свидетелей нет, но если он поклялся перед Всевышним, то он не будет платить за это. Теперь, дальше. Дальше идут все вот эти вот, есть четыре вида сторожей. Вот это тоже очень важный вопрос. В Мурузово Марина, например, она кому-то оставила свое платье. Ей говорит, пусть мое платье здесь у вас полежит. И платье пропало потом. Тот, кто его охранял, это платье, он ей говорит, я не знаю, где ваше платье. Значит, должен он платить или нет? Если ему не платили за то, чтобы он был сторожем, то не должен. А если ему Марина, если была такая уже подкованная с точки зрения Торы, да, и она говорит ему, похраняйте, пожалуйста, платье, а я вам кофе куплю за это. Тот говорит, да, отлично, хорошо, вот вам даже вперед кофе возьмите. Дала она ему кофе-чашечку, тот, кто платье охранял. Потом приходит, где мое платье? Он говорит, не знаю, украли, наверное. Она говорит, ну заплатите мне за платье. Он говорит, а что? Она говорит, да, вы были сторожем платным, я вам заплатила, кофе я вам покупала? Покупала. Значит, вы уже платный сторож. Есть четыре вида сторожей и четыре вида ответственности разных. У всех разная степень ответственности за хранение вещи. Представляете? Дальше закон нам берется такой. Если человек там соблазнил девушку, да, мужчина соблазнил девушку, и он на ней обещал жениться, а потом говорит, все, не буду жениться. То что? А вот должен он ей дать приданное, взять ее в жены. А если ее папа или она не хотят выйти за него замуж, тогда он должен заплатить штраф 50 золотых монет. Вот так вот, чтобы не был таким вот хитрым, да. То есть, все в торе, даже эти вещи регламентированы. Представляете? Теперь дальше. Дальше такой закон, что... Интересный очень закон. Махашифа лотихае. Значит, колдунью не оставляй в живых. Оказывается, что колдуний и колдунов по торе надо было убивать. Представляете? То есть, те, кто занимались магией, злой, вот этой вот всей магией, черной магией и так далее, по торе всех надо было убивать. Смертная казнь, причем, знаете, как это было? Смертная казнь предана через Бейдин. Ее надо было отвезти в суд и после этого надо было казнить. Вот такая вот была судьба у колдуни по торе. Потом была охота на ведьм в средние века. Их всех тоже сжигали. Христиане уже это, правда, делали. Тоже отталкиваясь на этом же законе, потому что, в принципе, христианская Библия, она базируется на торе. Хотя называется, то, что мы изучаем у христиан, Ветхий Завет, это как бы старый союз Бога. Но по факту он не старый, он союз Бога, который был, есть и будет. И христианство, даже когда я слышал только одну строчку, то, что они говорят, что я пришел не отменить закон, а его устрожить. То есть их основатель христианства, он сказал, что эти все законы остаются. И он, наоборот, хотел устрожить эти законы, сделать их еще более строгими. Поэтому, базируясь на этом законе, что колдунью надо убить, в средние века пожигали всех колдуней. И на всякий случай всех похожих на колдуней тоже сжигали. Потому что, если женщина выглядела странно, то, скорее всего, она колдунья. А так как законы можно устрожить, то, значит, сжигали их прям целыми тысячами сжигали. Вот. Теперь дальше, интересный очень закон, 18-й отрывок, звучит так. Каждый, кто вступает в половые отношения с животными, значит, его нужно предать смерти тоже, представляете? То есть, по Торе скотоложцев, их надо предавать смерти. И как их побивали камнями. Побиение камнями, то есть, забрасывали камнями, и сверху потом еще большой камень. Потому что, потому что не надо с животными скотоложствовать вообще. Это ужасно. Значит, дальше идет, что те, кто приносят жертвы идолам, их тоже надо убить. Дальше. А дальше идут, с 20-го отрывка идут законы. Законы идут очень, начинаются добрые законы такие, да? То есть, мы как бы все, что было наказание зла и искоренение зла, мы прошли. И теперь, с 20-го отрывка идет хорошие законы добрые. Пришельца в Эгэр, Лотоне, пришельца не обижают, чужеземца не обижают. В то время, помните, какая была мораль, что в Сдоме, например, да, всех пришельцев убивали. А Бог сказал еврейскому народу, что пришельца ни в коем случае нельзя обижать и притеснять нельзя. И Бог говорит, помните, всегда помните, что пришельцами вы были в чужой земле. Помните, насколько это тяжело быть пришельцем, насколько тяжело, когда тебя притесняют. И, значит, поэтому Бог дал такую заповедь не притеснять пришельца. И дальше очень интересный закон, 21-й закон, 21-й отрывок звучит так. «Вдову и сироту не притесняйте». «Вдову и сироту не притесняйте». И дальше Бог объясняет. Если ты будешь его притеснять, то есть вдовы и сироты в то время были самые обездоленные люди, которые никто за них не заступался. В то время было такое общество дикое, да. То есть были такие кланы, рода, мужчины. Мужчины, они умирали очень быстро на войне, воевали и так далее. А женщины, они были беззащитные вообще. В то время женщины были совершенно очень беззащитные. И эти женщины, значит, если умирал у нее муж, то некому было за нее заступиться. И вот, значит, Всевышний говорит, я за них заступлюсь. И если вы будете их притеснять, и он будет ко мне взывать, я услышу его вопль. И дальше идет объяснение. Я сейчас вот на этом как раз хочу сегодня сделать акцент. Прям Бог говорит в Торе. Вы харапи, и разгорится мой гнев. И я вас уничтожу. Убью я вас мечом. То есть будет война. Бою на шейхе Мальмонот. И будут жены ваши вдовами, а сыновья ваши будут сиротами. Значит, есть известная история. Это было перед революцией. Где-то лет за 10-15 до революции в России был царь. По-моему, звали его Николай. Он был очень антиеврейский царь такой. То есть очень он ввел законы, например, что евреев забирали на 25 лет в армию. И мало этого, что на 25 лет в армию забирали. Еще их забирали детьми на подготовку к армии. И на каждую еврейскую общину было наложено, на каждую там тысячу евреев, им нужно было 10-15-20 детей отправить вот в эту армию не на 25 лет, а получалось на 35 лет. То есть их еще в детстве как бы на подготовительную службу отправляли. Называлось это «Кантонисты». И в то время на общинах, так как было на общину, представляете, вот живет какая-то община, да, там живет, например, 300-400 семей в каком-то жили. Только на черта оседлости жили, ну, то есть можно было жить только в таких вот самых отдаленных таких местах. Нельзя было жить в больших городах. И, значит, говорят, вот на эту общину нужно 30 детей отдать, и все, вы их больше никогда не увидите. На 35 лет они уходят в российскую армию, там их будут притеснять, заставлять, чтобы они изменили веру и так далее. И в некоторых общинах были богатые семьи, были небогатые, были вдовы, были сироты. И в некоторых общинах, вместо того, чтобы честно поступать и по жребию, то есть в некоторых общинах делали по жребию, да, то есть брали, вот есть дети призывного возраста, их 100 человек, значит, бросали жребий и 10 детей отправляли в эту армию. Нет выхода, да, такой был царь, который просто... Потом этого царя убили, кстати, с его семьей тоже его и убили. Но если мы вспомним, что он делал до этого, он санкционировал погромы, когда евреев убивали в Тишиневе, там и так далее, были погромы. И полиция стояла, не останавливала эти погромы. И когда убивали беременных женщин, детей, это была его санкция, да, этого царя. И, значит, вот в некоторых общинах делали жребием. Вообще все вот такие вопросы по Торе, когда у тебя нету четких законов, решаются жребием. А в некоторых общинах богатые говорили, давайте заберем, вот сирот заберем, давайте заберем, вот женщина там... У Равзильбера в книге есть рассказ, как одного мальчика забрали, единственного сына у вдовы. И он сидел и ждал, значит, что мама придет, а мама от горя умерла. И вот такая там очень трогательная история, как этот мальчик, он на всех обиделся. А дедушка Равзильбера, он его успокаивал и говорил, смотри, братья Йосефа продали, а он, значит, братья Йосефа продали, а он на них не обиделся. То есть не обижайся. Но Раби Истроль Салантер был такой великим мудрец. Он как-то пришел в город на шаббат. И в этом городе он узнал, что тоже отдали вот такую вот сироту ребенка, отдали в кантонисты. Нечестно забрали у мамы там и так далее. И он в шаббат, он вышел из этого города, сказал, я в этом городе секунды не останусь, потому что они так себя ведут. И он сел, можно 2000 амот отходить от, 1000 метров можно отходить от города в шаббат. Вот он дошел до этой границы, 2000 шагов, сел там и сказал, я в этом городе не буду. Это город преступников. Это очень страшная вещь, обижать вдову, сироту. И Бог прям конкретно сказал, что если вы будете так делать, это причина, что я ваших... Ну то есть я, это место я уничтожу. Вы почувствуете, что это такое. Все возвращается. Все в этом мире возвращается. Действительно, все зло, которое делают люди, оно на них возвращается. И вот, значит, Бог защищает вдов, защищает сирот. Вот здесь написано. Дальше. Дальше рассказывается, что нельзя давать деньги под проценты. Дальше рассказывается, что если ты дал кому-то деньги под проценты, то ты не можешь у него забрать в залог его одежду. То есть все идет такое про добро, про добро, про помощь. И тоже хочу вам рассказать одну короткую историю про вот этот закон деньги под проценты. Значит, нельзя давать деньги под проценты. Причем так интересно. Бог сказал, не давай ближнему своему денег под проценты. Значит, евреи, Тора дана еврейскому народу. Значит, евреи запрещено давать деньги под проценты и брать деньги под проценты. Но написано, не давай ближнему своему. Значит, по Торе еврей еврею не может давать под проценты, брать под проценты. А, значит, не еврею может, потому что не евреи не обязаны соблюдать Тору. Что делают христиане? Мусульмане запрещают, у христианина не может брать деньги под проценты, ближний у ближнего, но можно давать евреям и брать у евреев и у всех остальных. Что делают мусульмане? Мусульмане тоже говорят, написано у ближнего, значит ближние это мусульмане, и они точно так же этот же закон только друг с другом используют. Теперь, значит, был в городе Прага, был один еврей, который давал деньги под проценты евреям, и он сказал, меня эти законы не интересуют. А написано, что тот, кто дает деньги под проценты именно за этот закон, то он не встанет на воскрешение из мертвых. Прямо это страшная вещь, что тот, кто дает деньги под проценты, он не встанет на воскрешение из мертвых. И, значит, когда этот еврей, который давал деньги под проценты, умер, то его сыновья хотели его похоронить, а глава Хевра Кадиша, который кладбищами управляет, он говорит, смотрите, он вообще просто презирал все еврейские законы, мы его можем похоронить на еврейском кладбище, но за, например, просто обычно похороны бесплатно, а с него миллион золотых, миллион золотых этих монет. И вот сыновья говорят, это что за такая несправедливость вообще, да? И пошли к губернатору Пради, к этому, к мэру, и говорят, вот это несправедливость, все, папу нашего они хотят хоронить, всем бесплатно, а, значит, нас требуют миллион. Он вызывает Рава Пради, а в то время был Рав, насколько я помню, был Рав, Рабе Акива Идер, по-моему, вызывали его. Мэр Пради вызывает, губернатор Пради вызывает его и говорит, почему у вас такая несправедливость? Он говорит, почему несправедливость? Вы же знаете, что у нас есть Тора, это ваша Библия, значит, там написано, что нельзя давать деньги под проценты. Написано, написано, и написано, что тот, кто дает деньги под проценты, он не встанет, когда будет воскрешение из мертвых. Это, мы верим в это, вы знаете, мы верующие люди, вы уважаете нашу веру. Губернатор говорит, да, уважаем. Он говорит, так правильно, смотрите, мы их хороним на время, те, кого бесплатно хоронят, мы их хороним до воскрешения из мертвых. Это там, ну, на, может, на 200 лет, на 300, на 500 лет максимум, да, с того момента оставалось. А он, так как он не встанет на воскрешение из мертвых, мы его хороним на вечность, поэтому его место стоит миллион злотых. Мэр города засмеялся, говорит, да, ладно, действительно, обоснованная цена хоронят на вечно, этих на время, этого на вечно, значит, миллион злотых можете с них брать. Потому что деньги, которые, деньги, которые заработаны с нарушением закона ФТОРы, я не буду сейчас сдаваться в подробности, потому что здесь есть очень много нюансов, когда деньги на сегодня, все банки, например, в Израиле, они дают же деньги под проценты, но это, есть такой специальный договор, называется разрешение давать деньги в ЭСЭК, они как бы становятся партнерами. Ты не даешь человеку деньги под проценты, ты даешь ему деньги, как доля в его прибыли, да, он тебе возвращает то, что называется процентом, это та доля в прибыли, которую он тебе дает. То есть там есть много нюансов. Мы учим, как бы, мы учим взгляд на Тору, такой, знаете, просто мировоззрение, я с вами делюсь своим мировоззрением, я не являюсь, я не раввин, я не устанавливаю законы. То есть если у вас есть какой-то вопрос, то нужно его спросить как минимум у трех раввинов. Лучше всего задавать вопросы на сайте taldot.ru. Этот сайт работает уже 10 лет точно, и там собраны тысячи-тысячи вопросов, все практически вопросы, которые могут возникнуть о Торе, вокруг Торы по законам на русском языке. На taldot.ru есть ответы на все эти вопросы. Поэтому вопрос, только зайдите туда, наберите, Риббит это называется, давать под проценты, законы Риббита, или законы суды под проценты, и вам выйдет 100 вопросов. Вы найдете свой вопрос, ответ раввина, и у вас будет четкий взгляд Торы на ваш вопрос. Все, всем удачи и успехов, божественных благословений, соблюдения заповедей, и чтобы Всевышний нам дал доброе, хорошее, мирное небо, и чтобы было все хорошо у всех. Все.